В одном из моих старых видео от 2018 года я продемонстрировал работу имкосного бесконтактного датчика уровня жидкости. Для тех, кто не видел этот ролик, я разместил ссылку под этим видео. Примерная стоимость того датчика с доставкой с Алиэкспресс составляла плюс-минус 300 рублей. Но на том же Алиэкспресс можно купить его альтернативу всего за 7 рублей. А для тех, кто не хочет ждать посылку 2 месяца или больше, можно приобрести такой сенсор в России за 30 рублей. Всем привет! Вы на канале Киберлаб. И да, вы наверное очень удивлены, что я использую в качестве датчика воды обыкновенную емкостную кнопку TTP223. Ее принцип работы тот же самый, как и у датчика воды. Измерение емкости. А так как тело человека это тоже достаточно большая емкость с жидкостью, то емкостная кнопка и датчик жидкости будут выполнять одни и те же функции. Удивляет то, что кнопка работает ничем не хуже датчика XKC Y25. Я ее тестировал на протяжении нескольких дней и не обнаружил никаких недостатков. Для наглядности, я продемонстрирую работу кнопки в качестве датчика жидкости. По умолчанию кнопка настроена на максимальную чувствительность и реагирует абсолютно на все, кроме тонкого пластика. Как вы можете видеть, кнопка реагирует на стекло и даже на силиконовый коврик. Для уменьшения чувствительности, я припаял конденсатор 40 пикофарад. К сожалению, меньшей емкости конденсатора у меня под рукой не было, поэтому с таким конденсатором чувствительность датчика очень сильно уменьшилась. Я думаю оптимально использовать конденсатор емкостью 10 пикофарад. Теперь продемонстрирую работу датчика с добавленным к нему конденсатором. Так, это у нас эпоксидная смола, никакой реакции. Вода здесь, понятно. Дальше это у нас антифриз из автомобиля. Тоже реагирует. Теперь это у нас керосин, никакой реакции. И завершаем спирт. На спирт так же реагирует. Ребят, пишите, какие вы бы еще жидкости хотели бы протестировать.